Всем привет, с вами Тени. Сегодня я покажу вам как сделать самые топовые ловушки в Майнкрафте без читов и модов. Ну а сначала поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а мы начинаем. Идёт игрок и знает, что плита откроет дверь. Ай, нет. И он проваливается в яму. И как же работает такая ловушка? Очень просто. Когда объект наступает на нажимную плиту, то он активирует первый поршень, который убирает в сторону редстоун. Тем самым второй поршень открывает с вами нашу дырку. Просто? Конечно просто. Давайте рассмотрим следующую ловушку, которая будет уже чуть посложнее. Шёл да набрёл на какой-то дом. Ловушек не вижу, есть только рубильник для света. Что за... Это был не рубильник для света. Это была настоящая ядовитая ловушка. На самом деле она очень простая. Её вполне можно назвать трояном, потому что она выполняет двойную функцию. Включает свет и активирует саму ловушку. Но у такого трояна имеется множество проблем. Например, с раздатчиками. Их нужно ставить в большом количестве. Да и перезаряжать их довольно проблематично. Хотя, такую ловушку очень просто сделать. Но и вдобавок её скоротность на высшем уровне. Так что она вполне заслуживает топового места. Что ж, переходим к третьей ловушке, которая тоже не менее интересная. Идёте вы, видите какой-то сундук, открываете и оп! Вы уже в ловушке. Так что орать бесполезно. Да и в принципе вас никто не увидит. И если ловушка не направлена вас расплющить, то тогда вы ещё можете пожить, если у вас есть зелье огнестойкости. Ну а если нет, что ж, гроб. Но сама ловушка довольно старомодная. И её можно легко обойти, просто сломав сундук. И выкинув оттуда все нужные вам вещи. Но если вы всё-таки купились на такую ловушку, то давайте рассмотрим, как же она работает. Пока сундук закрыт, то основной поршень ничего не делает, а редстоун соединяется с поршнями, которые вдерживают пол. Как только сундук открывается, основной поршень сдвигает редстоун прямо, сигнал прерывается, и вы падаете прямиком в паутину и лаву. Хотя с помощью сундука ловушки можно сделать что-то более примитивное, например, просто подложив динамит вниз. Получится быстро, просто, но слишком разрушительно. То же самое касается натяжного датчика. Но как и с сундуком ловушкой, так и с натяжным датчиком можно сделать немало крутых ловушек. Идёшь такое, видишь железо? Ну, дай, пожалуйста, беру железо. Ничего же страшного не будет. Так, а это... Что за... О, блин! А я подорвался, можно так сказать. А что? Перед вами была самая примитивная ловушка. Наживка, наблюдатель и динамит. Однако, главная проблема такой ловушки, это то, что от неё можно слишком быстро сбежать. Если, конечно, её вовремя заметить. Ну, а так... Ну, а так её даже разбирать не стоит. Так что перейдём к более интересному. Идёшь такой, видишь дверь. Ну, подумаешь. Ладно, зайду. Ещё одна дверь. Странно. Ой, что такое? Что? Сюрприз! Так называется наша ловушка. Принцип такой ловушки очень прост. Когда с двери что-то случается, наблюдатель подаёт сигнал специальному механизму, или, проще говоря, переключателю. И, как только редстоун убирается, то поршни открывают проход прямо в лаву. Ну, а это были самые теневые ловушки. Так что, скорее жми лайк, подписывайся на канал, ну и спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok